МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минувшую игровую неделю в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге представители Гомельской области провели дома. В четверг Жлобинский металлург в серии буллитов уступил Гродненскому Неману. Не менее напряженной выдалась и игра в Гомеле, где хозяева принимали столичную юность. Очевидно, после крупного поражения на гомельском льду 29 октября со счетом 1-7 столичные хоккеисты собирались взять реванш. Но гомельчане хотели доказать, что прошлый успех не был случайным. В первом периоде гости выглядели более привлекательно. Гомельчанам первая минута была непросто сдерживать давление на свои ворота. Ближе к концовке периода игра выровнялась. Первая хорошая возможность открыть счет у гомельчан появилась на 16-й минуте. На 50 секунд минчане остались втроем против пятерки хозяев. Реализовать это преимущество у Рыси не получилось. Во втором периоде уже гомельчане чаще начали угрожать воротам соперника. И на 9-й минуте цели достиг сильный бросок Михаила Пруса. Для 22-летнего защитника Гомеля этот гол стал первым в экстралиге. В «Ротарь» хорошо играл, но и играли все не в открытый хоккей, а больше от обороны, поэтому не могли забить. До конца второй-третьей матча у обеих команд были моменты для того, чтобы отличиться. Хорошие возможности упустили гомельчане Мусиенко и Еронов. Гости также не сидели сложа руки, периодически угрожая воротам брекуна. В третьем периоде стало понятно, что тот, кто забросит первым, тот и будет диктовать условия. Михаил Харамандо из-за травмы, наблюдавший за игрой партнеров с трибуны, оказался прав. Настойчивая игра в атаке привела к голу. Гомельчане отличились в большинстве. Не прошло и полминуты после удаления игрока юности, а Гомель уже воспользовался преимуществом. Замкнул передачу с пятака Андрея Колосова, Александр Житких. 2-0. После заброшенной шайбы хозяева оборотов не сбавили и несколько раз опасно угрожали воротам юности. При этом они были внимательны и у своих ворот. В результате счет до финальной сирены не изменился. Начало матча было за соперником, немножко он активный, работал в нашей зоне. Ну, потерпели, потерпели, перестроились и показали хороший матч. И спасибо ребятам за эту самоотверженность и самоотдачу, которую они показали. В субботу для Гомеля все сложилось не так удачно. Поражение от Гродненского Немана 2-4. Жлобинский «Металлург» также проиграл. Обидчиком Столиваров стала «Динамо Молодеч» на счет 2-3. В турнирной таблице Гомель занимает четвертую строчку, «Металлург» шестую. Лидирует солигорский «Шахтер». В мини-футбольном чемпионате Беларуси сыгран 12-й тур. Светлогорский ЦКК на последней минуте упустил ничью в матче со столицей. Менчане победили 2-1. Агрокомбинат «Южный» и охрана «Динамо» не смогли выявить победителя. 4-4. «БЧ» на выезде обыграла Могилевский «Форте». 4-2. В РЗ принимал столичный «Мопит». Обе дружины уверенно чувствуют себя в верхней половине таблицы. Перед очной встречей их разделяли два очка. Было понятно, что игра будет непростой для обоих соперников. Тем более, что и в РЗ, и «Мопит» – самые малопропускающие команды чемпионата. Игру они начали осторожно с оглядкой на собственные ворота. Исход матча мог решить один забитый мяч. Это все понимали. Первый тайм хоть не был богат на опасные моменты, однако напряжение, царившее на площадке, не давало расслабиться и болельщикам. В первом тайме командам так и не удалось отличиться. Во второй половине встречи все пошло по тому же сценарию. Казалось, что ничья станет справедливым исходом игры. Гром для гомельчан грянул на 27-й минуте. После розыгрыша «Стандарта» Сергей Дядечкин и Алексей Попов разыграли в штрафную ВРЗ комбинацию, итогом которой стал результативный удар Дядечкина – 0-1. После пропущенного гола вагоностроители усилили давление на ворота соперника, организовав несколько опасных атак. При этом мяча не не стали прижиматься к своим воротам. И достойно отвечали на атаки соперника. До конца матча счет так и не изменился. После 12 сыгранных туров ВРЗ располагается выше всех представителей нашего региона в турнирной таблице. На шестом месте. БЧ на восьмом. Южный занимает одиннадцатую строчку. ЦКК – пятнадцатую. Сейчас в чемпионате наступила пауза. С 10 по 13 декабря сборная Беларуси в Хорватии примет участие в отборочном турнире чемпионата мира. На внутренней арене команды начнут борьбу за Кубок Беларуси. За трофеи будут бороться семь представителей нашего региона. На ближайших выходных пройдут матчи одной шестнадцатой финала. Гомельский водоканал сыграет с Микошевичским гранитом. Гомельский госуниверситет с агрокомбинатом Южный. Светлогорский ЦКК с Рогачевским МКК. ВРЗ и БЧ вместе со столицей, Лицельмашем, Витеном и Мопидом вступят в борьбу с одной восьмой финала. Матчи этой стадии пройдут 12 и 13 декабря. Белорусское физкультурно-спортивное общество профсоюзов отмечает 80-летие со дня образования. Торжества, приуроченные к юбилею, проходят во многих регионах страны. Еще одним мероприятием стала неделя профсоюзного спорта. Ее открыла республиканская спартакиада среди воспитанников профсоюзных спортшкол по тяжелой атлетике, которая прошла в Гомеле. Восьмидесятилетие профсоюзного спорта отмечают широко. В Гомельской области пройдут спортивные соревнования и праздники. Итоги подведут 21 декабря в Минске. Гала-концертам в Республиканском доме культуры профсоюзов. Запланировано ряд мероприятий, более 20 по Гомельской области, которые будут проходить на все территории Гомельской области, где присутствуют спортивные школы профсоюзов. По различным видам спорта, различные турниры, различные соревнования, как международные, так и областные. В системе профсоюзов работает более 100 спортшкол. 23 из них на территории Гомельской области. Соревнования по тяжелой атлетике завершают программу республиканской спартакиады. Соревнования проводятся по 12 видам спорта. Среди них биатлон, лыжные гонки, волейбол, легкая атлетика, бокс и другие. После 11 этапов в лидерах Гомельской и Могилевской области тяжелоатлеты своими выступлениями определят победителя в общем зачете. Два года мы проводим эксперимент по проведению спартакиады. Мы пока здесь не допускаем участие, которое у нас учится уже в училище Олимпийского резерва, в ЦОРО, которые уже туда поступили, мы пока наши воспитания. Мы пока не допускаем. То есть смотрим второй резерв, второй эшелон, что идет за ними. То есть смотрим немножко вперед. В соревнованиях тяжелоатлетов принимали участие 11 команд из всех регионов Беларуси. Всего около 150 спортсменов. В Гомельской области этот вид спорта развивают три профсоюзные спортшколы. В том числе и с Дюшоргом Сельмаш, где и проводился турнир. Хозяева составляют серьезную конкуренцию гостям. Довольно сильная команда в Висебской области, Могилевской. Ну, Гомельская область тоже не в последних рядах. По итогам соревнований представители Гомельской области в личных соревнованиях завоевали 9 наград. Победителями в своих весовых категориях стали Денис Листопадов и Александр Дегтяр. Также в активе гомельчан 5 серебряных медалей и 2 бронзовые. В общем зачете первое место заняла команда Витебской областной из Дюшор профсоюзов. Второе – Могилевской областной из Дюшор. Третье – у Гомельской из Дюшор профсоюзов Олимп-2015. Насыщенный выдалась минувшая неделя для гомельских боксеров. В Польше состоялся чемпионат Европы среди молодежи. Воспитанник областного центра Олимпийского резерва единоборства Александр Халаев выиграл бронзу континентального первенства. В Минске разыграли награды Кубка страны. В общем зачете Гомельская область заняла третье место. Ветки проходили бои местного значения, но с международным размахом. 16 команд приняли участие в открытом республиканском турнире на призы Ветковского райисполкома. Юных боксеров турнир в Ветки собирают уже в 12-й раз. С каждым годом растет количество участников, а значит и конкуренция за награды. На нынешние соревнования не приехали только боксеры из Брестской области. На так все регионы республики выставили бойцов. Из России прибыло две дружины – из Белгорода и у Нечи. Турнир растет, развивается и я думаю, что способствует не только спортсменам развитию, но и спортивного духа наших детей, которые на самом деле в данный момент где-то отлинивают от спорта, где-то какие-то ухищения ищут. Но мы стараемся и на самом деле турнир способствует этому. Всего на соревнования прибыло 120 участников. На ринге за награды сражались бойцы в трех возрастных категориях – от 12 до 17 лет. Для боксеров турнир «Ветки» – это соревновательный опыт. Для их тренеров – возможность оценить ближайшую перспективу. Мы с таким же интересом приехали, чтобы обкатать команду. Мы приезжаем, стараемся часто на него приезжать, посмотреть перспективных, посмотреть людей с областей других. Очень хороший турнир. Воспитанников «Ветковской» из Дюшур статус хозяев обязывает выступить на высоком уровне. К соревнованиям команда готовилась и был расчет на медали. У нас очень обновленный состав. Малыши-юноши, малыши-школьники. Можно сказать, что проводят свои первые бои. Да, где-то проигрывают, но тот, кто уже давно занимается, они, естественно, сегодня будут в полуфинале. Надеюсь, что дойдут до финала. Шестеро «Ветковчан» добрались до финалов. Победить своего соперника удалось только Василию Герасимчуку. Кроме того, на счету местных боксеров – шесть бронзовых наград. Областной центр Олимпийского резерва по теннису принял очередной турнир Международной теннисной федерации. На гомельских кортах соревновались теннисисты в возрастных категориях 35 плюс и 65 плюс. Турнир собрал почти 60 любителей тенниса из Белоруссии, Украины, России и Финляндии. Среди участников – как бывшие профессионалы, победители международных соревнований, так и любители. В нынешнем году спортсменов меньше, чем обычно. Причина проста – у гомельского турнира пока не самая высокая рейтинговая категория. В это время в Шауляе проводится турнир третьей категории, это более высокой категории. А у нас четвертая категория, поэтому на этих соревнованиях все получают участники, едут за то, чтобы получить рейтинговые очки. Понятно, что многие поехали в Шауляе, потому что выше, повторяю, выше там категория. У нас четвертая категория. Мы приняли решение и будем просить нашу федерацию, чтобы они вышли на Международную теннисную федерацию, и с просьбой, чтобы нам повысили категорию. Теннису все возрасты покорны. Многие участники турнира своим примером доказывают правоту этого утверждения. Например, спортсменке из Украины Галине Горяной, 82 года. Ее подругам по команде чуть меньше. Теннис – неотъемлемая часть их жизни. Многие в Беларуси не впервые. Наша страна привлекает гостеприимством. А для некоторых игра на белорусских кортах складывается весьма удачно. В этом году я выиграла Беларусь Open. Так что я чемпионка Беларуси, поэтому Беларусь особенно люблю. Как-то здесь вот очень все тепло всегда, люди хорошие, хорошо принимают. И победы здесь получаются такие. Гомельчане достойно выступили на турнире. Победителем в одиночном разряде в возрастной категории 50 плюс стал Леонид Пикулик. Павел Быковский выиграл одиночный разряд в возрастной категории 40 плюс. А в паре с еще одним гомельчанином Денисом Копшаем стал первым в парном разряде в возрастной категории 35 плюс. Денис Копшаев выиграл одиночный разряд в этой возрастной категории. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи.